Про Led Zeppelin знают практически все, даже те, кто в жизни никогда не слышал. Коверов на Led Zeppelin просто великое множество. Каждый барабанщик, который хочет стать барабанщиком, слышал когда-нибудь, что хочешь играть круто, послушай, как играет Джон Боном из Led Zeppelin. Led Zeppelin плотно сидит в культурном пласте современного мира. И естественно, что коверов на Led Zeppelin просто неимоверное количество. Их песни, некоторые как Stairway to Heaven, даже относятся, так сказать, к условному списку запрещенных к исполнению в музыкальных магазинах. Ну, типа наравне с Smoke on the Water, Deep Purple. Что еще раз доказывает, что Led Zeppelin были, есть и будут. И вот вопрос. Смысл? Смысл выпускать альбом коверов Led Zeppelin сейчас? С одной стороны, на коверах строится чуть ли не весь современный медиа-контент. YouTube, там коверов этих завались, люди с этого живут, можно сказать. А с другой стороны, ну, уже все, все переиграли и продолжают переигрывать. Но имеет смысл выпускать трибют альбом Led Zeppelin, если ты Bad Heart. Это замечательная американская блюз-певица. Я с ее творчеством познакомился абсолютно случайно во время работы в Китае. Наша вокалистка предложила сыграть ее песню, которую ее Heart is Black as Night. Песня классная, но тоже слушать. Я ее начал недавно и вообще я хотел ее ввести в наше «Что послушать» совсем не с этого альбома. Но вот тут случилось 25 февраля 2022 года и вышел альбом Bad Heart Tribute to Led Zeppelin. И я просто не мог пройти мимо. Я побежал слушать его. И он вот такой. Конечно, возвращаясь к этой теме, что стоит ли выпускать альбом каверов Led Zeppelin. Вообще, в принципе, альбом каверов одной группы. Не так часто кавера получаются, кавер-альбомы получаются удачными. Буквально единичные случаи. Там у Металлики, у Deep Purple и Six Feet Under, кстати. Там действительно очень интересный кавер-альбом. Ну, так в большинстве своем. Но Bad Heart, я бы сказал, получилось. Получилось почему? Потому что с большой любовью и уважением к оригиналу исполнены все 12 треков на этом замечательном диске. И, собственно, неудивительно, откуда это уважение. Все-таки истоки Led Zeppelin, они как бы в блюзе лежат, да. И Bad Heart, блюз-певица, и причем блюз-певица классная. И вся ее команда, она очень постаралась, чтобы вот эти треки, они звучали круто. Да, там в перечне вот эти все, которые мы знаем. All Atta Love, Kashmir, Stairway to Heaven, Rain Song, Black Dog. Вот, ну все, мы это слышали, да. Но действительно стоит послушать, как исполняет Bad Heart. Вот хочется сказать об звуке альбома. С одной стороны, как бы можно сказать фе, с другой стороны, не фе. Именно в звуке альбома чувствуется вот это уважение. То есть, они постарались записать альбом, чтобы он звучал практически как Led Zeppelin. И, наверное, подвело, то есть, местами он звучит слишком, наверное, даже чисто по сравнению с оригинальными записями Led Zeppelin. Но я понимаю моральную, моральную составляющую, такой дилемму, с которой столкнулись продюсеры. Продюсером, кстати, выступил Роб Кавалло, как и часто на альбомах Bad Heart. Делать его современным звуком таким, чтобы... И прям вообще. Или именно по классике. Они оперлись на классиках. Ну, процентов на 85. Звуки альбома, они оперлись на классиках. И поэтому он звучит приближенно к 70. И молодцы На самом деле Они добавили что-то от себя Без сомнения добавили Потому что в альбоме звучат просто Мощные оркестровые аранжировки Подклады, которые добавляют Своего определенного как бы вкуса И действительно как бы Каверности в этих композициях Потому что не во всех Песнях Led Zeppelin было Такое оркестровое сопровождение Но вы просто представьте, что Вот Кашмир, да И вот в стиле Кашмир переехрано все остальное Но не так как прям с оркестром А чувствуется просто, что там Надавливают, надавливают, ребята Кто занимался собственно альбомом? Альбомом занимался Роб Ковалов Как я уже сказал, продюсер Он же играл там и гитару наравне с Тимом Пирсом На басу играл Крис Чейни На клавишах Джейми Мо Берак На барабанах играл Дориен Крузье И Мэтт Лок А оркестровками вот этими всеми Занимался Дэвид Кэмпбелл Молодец, хорошо позанимался Ну и собственно во главе этого всего Мы слышим замечательный, неповторимый Узнаваемый вокал Бэт Харт Причем он настолько узнаваемый Что даже местами слушаешь И это какая-то дикая инкарнация Как по мне планта там действительно есть И при этом, когда слушаешь вот весь альбом Понимаешь, насколько же Лед Зеппелин Повлияли на современную музыку Ну там, да, конечно, Латалавка, Шмир Это мы все знаем Но вот там есть трек Кранш И Кранш это, ну это Red Hot Chili Peppers Ну вот практически Red Hot Chili Peppers Ну вот поймите, это ж оттуда Слушаешь Dancing Days Прямо Aerosmith Нет, они не меняли ничего Просто накрученное на современный звук Оно вот, вот Aerosmith Ёперный валет Aerosmith Еще очень классно скомпонованы Песни на альбоме Кстати, песни многие видоизменены Ну многие, не многие Но видоизменены Они не прям там от ноты до ноты Сыграны как надо Вернее, как было Как-то чуть-чуть по-своему Но опять же, вот с этим большим уважением К оригиналу Мне это просто проперло И вот вокал Bad Heart Вокал Bad Heart Ну там, это вишенка на то Вишня, вишняха такая Вам, конечно, может показаться Что, ну, альбом как бы Ну может его не стоило выпускать Может быть не стоило Но мне зашло Я люблю Bad Heart И я люблю Led Zeppelin И когда вот два эти мира Они вот как-то совпали Просто классно чувствовать Слышать альбом Который музыканты сыграли с любовью Даже если это чужие песни И сыграли профессионально В общем, я рекомендую Ищите этот альбом Слушайте Его сейчас еще нет на YouTube музыке Но когда появится Ссылочка будет вот Где-то здесь будет ссылочка На прослушивание Вы можете зайти на сайт Bad Heart Послушать, скачать Купить в смысле и так далее В общем, всем Led Zeppelin Всем Bad Heart Молочинка просто Мои аплодисменты И хорошего вам музла